В Орске мы выходим, направляемся на остров Вихревой и остров Маячный, где происходили все военные события, наверное, так. Чтобы рассказать о подвиге нашего земляка, мы отправились на северо-запад нашей страны, к Балтийскому морю. В 1939 году здесь шли ожесточенные бои. Это была советско-финская война, несправедливо оставшаяся в тени Великой Отечественной. В этой битве были свои поражения и победы, трусы и герои. Одним из тех, кто сражался доблестно и отважно, был Николай Якимович Клыпин. Он первым из жителей Бурятии, тогда бурятмонгольской АССР, был удостоен звания Героя Советского Союза. Но обо всем по порядку. Родился наш герой 6 декабря 1908 года в городе Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ. Его отец – железнодорожник, родом из Боханского района Иркутской области. Мать – домохозяйка, уроженка Прибайкальского района. У Николая было три брата и четыре сестры. Учился он в железнодорожной школе, после окончания которой в 1924 году пару лет работал извозчиком и дворником. Затем устроился в местный речной порт. Там от чернорабочего дорос до помощника-машиниста. Параллельно поступив в Сибирский техникум водных путей сообщения в Омске. Военная карьера Николая началась в 1932 году. В мае молодого матроса-водника призвали в ряды Красной армии. Имея в багаже два технических образования, он поступил в Ульяновскую бронетанковую школу. Оттуда его направили под Ленинград. Потом перевели в состав особой краснознаменной Дальневосточной армии. В 1939 году в жизни будущего героя начинается новый этап. 23 апреля Клыпин вместе с воинским званием капитана получил новое назначение на должность начальника штаба 64-го танкового батальона 26-й легкотанковой бригады. И отбыл в одну из групп войск Киевского особого военного округа. В это время Красная армия начинает так называемый освободительный поход на Польшу. Не осталось в стороне и 26-я бригада. К сожалению, документов и воспоминания об участии героя в этом походе почти не сохранилось. Известно лишь то, что он всегда отличался смелостью и отвагой. Однако свой героический подвиг он совершит чуть позже, в другом бою, на другой войне. К началу 40-х мировое сообщество понимало, большой войны не избежать. Тогда перед Советским Союзом и встала задача укрепить границы и в первую очередь защитить Ленинград. Северная столица находилась слишком близко к Финляндии, всего в 32 километрах. Поэтому любой ценой нужно было отодвинуть рубеж. Мирно решить вопрос не получалось. Поводом к применению военной силы послужил так называемый «Майнильский инцидент». По версии СССР, 26 ноября 1939 года финская артиллерия в районе Майнилы выпустила 7 снарядов по позициям 68-го стрелкового полка на советской территории. Якобы были убиты три красноармейца и один младший командир. Так это было или нет, никаких подтверждающих документов не было. Но через три дня Москва разорвала дипломатические отношения с Финляндией, а уже на следующее утро войска Ленинградского фронта получили приказ перейти северную границу. Главным полем борьбы на Карельском перешейке стал Выборг. Взятие города открывало путь к Хельсинки, столице Финляндии. Поэтому прежде чем отправиться на остров Вихревой, в сражениях, за которые участвовал наш земляк, мы встретились с директором военного музея Карельского перешейка. Детство Баира Иринчеева прошло здесь, поэтому о советско-финской он знает не только из учебников, но по развалинам, траншеям, предметам, которые повсеместно встречались в этих местах. Коллекцию он стал собирать в 2000 году. Что-то находил в лесу, что-то покупал на финских барахолках и в антикварных лавках. Война началась 30 ноября 1939 года. Длилась она отнюдь не три недели, как планировал Ленинградский военный округ. Оказалось, что Финляндия, несмотря на крайне ограниченные военные ресурсы, подготовилась к войне как могла, хорошо, и готовилась достаточно долго, шесть недель. А Ленинградский военный округ потратил на подготовку всего три недели и подготовился откровенно слабо. То есть очень многие мероприятия просто не успели провести. Ну и все это, в общем-то, привело к тому, что к середине декабря 1939 года, то есть через две недели после начала кампании, наши войска подошли к линиям Энергейма и устроили первый штурм линиям Энергейма, который закончился провалом. Закончился явной неудачей, с большими потерями в бронетехнике и в личном составе. В начале января 1940 года штаб Северо-Западного фронта возглавил маршал Тимошенко. Ему предстояло решить все проблемы и организовать успешное наступление Красной Армии. В этот момент Советско-финская война взяла передышку, и до февраля активных действий не велось. Здесь на Карельском перешейке идет усиленная боевая учеба, разведка финских позиций, из многих других округов прибывает тяжелая артиллерия, прибывают новые стрелковые дивизии, формируются новые части. Вот как раз 62-й танковый полк был тогда примерно сформирован в составе 70-й стрелковой дивизии. То есть здесь, в общем-то, Красная Армия готовится ко второму раунду. Мощные удары по линии Маннергейма начались 1 февраля. Предполагалось, что 7-я и 13-я армии должны были решительными фланговыми ударами прорывать линию обороны и занять участок Вуокса-Кархул. После этого планировалось движение на Выборг, занятие города и перекрытие железнодорожных и шоссейных дорог, ведущих на запад. Генеральное наступление советских войск на Карельском перешейке началось 11 февраля 1940 года. Это был переломный момент той войны, поскольку частям Красной Армии удалось прорвать линию Маннергейма и начать продвижение вглубь страны. Продвигались медленно из-за специфики местности, сопротивления финской армии и сильных морозов, но главное – продвигались. В начале марта советская армия была уже на западном побережье Выборгского залива. Финляндия сопротивлялась, но ресурсы ее были ограничены. Такой маленький патрон и такая маленькая пуля пробивала полтора миллиметра брони танка Т-26. Ну а это уже, как можете видеть, более серьезный – это калибра 25 миллиметров. Это противотанковый снаряд от французской противотанковой пушки системы Гочкиса 25 миллиметров. То есть тоже очень мощный заряд пороха и очень небольшой вроде бы снаряд – это болванка, то есть никакой взрывчатки внутри нет. Но броню это пробивало, и, соответственно, экипаж внутри, ну как вы понимаете, мог быть и ранен, и убит попаданиями вот таких снарядов. Ну и оружие ближнего боя – это коктейль Молотова. Понятно, что оружие крайне примитивное. Это простая стеклянная бутылка на пол-литра. Кстати, это из-под финской водки, из завода Рая Мяки. Дело в том, что финская армия все-таки была плохо оснащена очень, и в особенности плохо оснащена противотанковым оружием. То есть противотанковых пушек, французских или шведских, или же шведских пушек 37 миллиметров, произведенных по лицензии, финской армии, во всей финской армии было всего 100 штук, что было абсолютно недостаточно для эффективной борьбы с советской бронетехникой, даже столь слабо бронированные, как танки Т-26 и танки БТ. Ну и в результате финнам пришлось прибегнуть как такому средству, то есть брать стеклянную тару из-под напитков и делать в фабричных масштабах, в фабричных масштабах делать вот бутылки с зажигательной смесью. Невысокая полнышко осени зажигает огни на штыках. Невысокая полнышко осени зажигает огни на штыках. Ко времени знаменитого Майнильского инцидента 2-й танковый батальон, в котором Николай Клыпин был назначен начальником штаба, вошел в 62-й сводный танковый полк, сформированный для участия в финской кампании. К концу февраля 1940 года полк прибыл марш-броском из Львова в Ленинград и влился в образованную новую 86-ю мотострелковую дивизию. Она относилась к свежим советским силам из резервной группы, еще не потрепанным изнурительных боях на линии Манергейма. Прорыв оборонительного рубежа финской армии состоялся 13 февраля 1940 года, а 28 февраля началось форсирование Выборгского залива. Морозы тогда сыграли на руку советским войскам. Вода в заливе покрылась льдом, по нему и пошли в наступление. Соответственно, именно в этом 62-м танковом полку и служил Герой Советского Союза Клыпин. Он как раз вот в сражениях за острова Выборгского залива и, в общем-то, абсолютно заслуженно получил золотую звезду Героя Советского Союза, потому что видно, что действительно действовал очень решительно, вел за собой как танкистов, так и пехоту. На Советско-Фринляндской войне это была очень большая проблема, на самом деле. Необходимо также отметить, что танк на 26, на котором Клыпин воевал, а эти танки были, в общем-то, основным боевым танком в 62-м полку, это легкий танк, лобовая броня, да и вообще вся броня у него 15 мм, то есть его полтора сантиметра, и эта броня защищает только от пуль и от осколков. То есть любая финская противотанковая пушка, любое финское противотанковое ружье броню этого танка пробивало на вылет. Звездный час капитана Николая Клыпина наступил 2 марта 1940 года, когда его танковый батальон штурмовал по льду остров Тупурасари, ныне Вихревой, который закрывает вход в Выборгский залив. На этом острове финны возвели мощную эшелонированную оборону из дотов, гранитных бруссеров, завалов, рвов с водой, проволочных заграждений в несколько рядов, минных ловушек, орудийных капониров и пулеметных ячеек. Позже в наградном листе танкиста Клыпина напишут. Начиная с организации батальона, который посылался на борьбу с белофинами и кончая боевыми действиями на поле брони, проявил энергию, умелость и личный пример храбрости и геройства. Во время боевых действий при взятии острова Тупурасари вел за собой танковую роту, вдохновляя личный состав своим личным примером. Метким артиллерийским огнем уничтожил два противотанковых орудия, взорвал пулеметный дот, разбил наблюдательный пункт противника, разрушил три дома, из которых белофины ввели артиллерийско-пулеметный огонь. В это время танк был подстрелен и горел. Под сильным ружейно-пулеметным огнем противника машина была потушена. Танк был окружен сильным пулеметным и пушечным огнем. Цепь белофинов была прорвана и, выйдя с машины с пулеметом, заставил отступить противника. Пробираясь с пулеметом к своей пехоте, попал опять под резкий пулеметный огонь. Все же сумел и заставил отступить белофинов, положив убитыми несколько десятков. По подходу нашей пехоте пулеметным огнем содействовало ее продвижению. Танк имеет три бронебойных пробоины. 21 марта 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Николаю Якимевичу Клыпину за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство, было присвоено звание Героя Советского Союза и врученный Орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Всего до начала Великой Отечественной войны эту награду получили 625 человек, за время войны еще более 11 тысяч. Таким образом, Николай Клыпин стал первым уроженцем Бурятии, удостоенным звания Героя Советского Союза. Вместе с поисковой группой мы отправились на место сражения нашего бесстрашного земляка на остров Вихревой. С правой стороны у нас Вихревой, вот где там старые постройки, а чуть левее это остров Маячный. Вот с острова Маячный начинался штурм, все десантные корабли, они высаживались сюда, и потом по перешейку уже туда начинался штурм. Почему здесь? Здесь глубины хорошие, и судам можно было ближе подойти, а в той оконечности острова там каменные гряды, и не подойти было судам. Война, прокатившаяся здесь, оставила множество интересных артефактов. Двигаясь к центру Вихревого, можно встретить финские и советские пулеметные доты, и гранитные брустверы и артиллерийских позиций финнов, обломки укреплений и орудий, полуразрушенное хранилище. Здесь находился склад боеприпасов, а здесь располагался механизм для подачи снарядов. Мы нашли и те места, где наш герой проявил отвагу. 2 марта 1940 года Николай Якимович Клыпин со своим танковым взводом подорвал этот наблюдательный пункт. Также обеспечил продвижение пехоты. На пути встретилась и четырехорудийная финская батарея. Это анкерные болты, на которые крепилось орудие 6-дюймовое, в которое здесь ствол был направлен в море на атакующие наши войска. И это орудие здесь крепилось. Это как бы станина такая для него. Ну, вы представляете, вот размер вот этого вот, как бы сказать, ну, дота, скажем. Ну, дот, не дот, но... Укреп, укреп путь. Да, 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 да. И что орудия стояли здесь довольно-таки солидные. Мощные. Солидные, мощные, которые обстреливали, которые... С одной стороны, защищали они, как бы, финнов, да, а нашим они мешали. Места здесь суровые, неприступные. Тем не менее, ежегодно сюда приезжают пасковики, исследователи, туристы и финны. Они оставили вот веночек в углу, вот. Ну, тем самым, почти в память своих родных и близких. Вот мы видим ситуацию, когда и Советский Союз готов зафиксировать вот свое продвижение и остановиться. И Финляндия тем более готова к началу переговоров, потому что, в общем-то, главнокомандующий финской армии Маннергейм сказал, что через неделю воевать будет некому. То есть, ну, не буквально так сказал, конечно, но смысл был тот, что через неделю будет капитуляция, а не подписание мирного договора, когда мы можем еще каким-то образом влиять на условия подписания этого мирного договора. И, соответственно, вот раз обе стороны готовы к переговорам, эти переговоры начались в Москве, и поздно вечером 12 марта 1940 года новый мирный договор между СССР и Финляндии был подписан. Так называемый Московский мирный договор. Условия мира были следующими. Советский Союз получал Карельский перешейк вместе с Выборгом, Вьепури, заливом и островами, западное и северное побережья Ладожского озера вместе с городами Кексгольм, Суаярве и Сартовало, острова в Финском заливе, остров Ханка с морской территорией и базой сдавался в аренду СССР на 50 лет. После окончания войны в марте 1940 года временные соединения советских войск, к которым относился и 62-й танковый полк, где тогда служил капитан-танкист Клыпин, были расформированы. А герой финской войны вернулся на Украину, ставший родным для него Киевский особый военный округ. Благодаря своему упорству, четкому пониманию задач железной хватки, Клыпин в 41-м, после начала Великой Отечественной, стал командиром 15-го танкового полка. Свою первую и единственную за всю войну боевую награду, Орден Боевого Красного Знамени, он получил в этом звании. Произошло это на Восточной Украине под Днепропетровском. 21 августа 1941 года в бои под станцией Сухачевка организовал бой танков с танками противника. В результате личного руководства боем противник оставил на поле боя 10 танков подожженных, и один танк противника был отбуксирован к нам в тыл. Товарищ Клыпин лично проявил инициативу своим полкам, устроил засаду и, подпустив на близкое расстояние танки противника, расстрелял их. Остальная часть танков не выдержала и, не приняв боя, ушли обратно, за что достоин награждения Орденом Красное Знамя. Герой Советского Союза Николай Клыпин среди именитых полководцев и командиров имел репутацию везучего командира, человека с крутым нравом и хорошего специалиста в военных делах. Но ошибка Сталина повлияла на карьеру героя. 2 декабря 1941 года бригада Клыпина приказом генерала Белобородова была направлена к деревне Дедово. Сталин приказал взять эту деревню во что бы то ни стало, перепутав ее с городом Дедовском, который находился в тылу советских войск. При наступлении на село Петровское Истринского района 8 танков бригад, двигаясь без разведки, попали на немецкие позиции противотанковой артиллерии. 4 танка сгорели вместе с экипажами. 4 декабря командира бригады Николая Клыпина сняли с должности с формулировкой за халатное отношение к выполнению моего приказа по захвату деревни Петровская и за плохую организацию взаимодействия с 9-й гвардейской стрелковой дивизией. 12 января 1942 года получил звание полковника и был назначен командиром 39-й танковой бригады. К сожалению, в одном из боев накануне 1942 года полковник Клыпин был тяжело ранен. После лечения его назначают начальником 2-го Саратовского танкового училища. Николай Якимович Клыпин, наш земляк, герой Советского Союза, скончался от боевых ран в 1943 году в поселке Боровое Казахской ССР и был похоронен в городе Щучинске, Казахстана. Память о нем и подвиг увековечены и в нашем городе. Одна из улиц Улан-Удэ в железнодорожном районе названа в честь героя. Субтитры создавал DimaTorzok